Мне вот сейчас 22 года, и я, как думают многие мои ровесники, отчетливо видел, как металл терял свою популярность и крутость. Еще в 2008, 2010, да и в принципе 2012 году металл это была музыка для крутых. Было очень много пабликов вконтакте, типа рок на века, великий рок, рок металл и так далее. Были мемы про то, насколько металл это круче, чем рэп, и вообще, что типа нормальные люди слушают там ACDC и все вот в этом духе. И дальше этого становилось все меньше, меньше и меньше, и уже к 15-му году все говорили, что металл мертв. Да и по сей день можно что со стороны слушателей металла, что со стороны тех, кто наоборот его не слушает, а только рассуждает о нем, а можно услышать самые разные стереотипы, от того, что жанр сдох и слава богу, до того, что жанр живее всех живых, сейчас подохнут тут все ваши эти репера, и как наши металлисты встанут, и снова будет у нас Ария, главная группа в стране, и все будет снова охеренно, вернем нам русский рок. Хотя, по-моему, ключевым вопросом для обсуждения должно оказаться то, в каком металл сейчас оказался времени, и в принципе к тому, что мы и к конкретным жанрам, и в общем к музыке теперь иначе относимся, как бы из-за нашей вот этой новой информационной эры. Про это, про многое другое, про тупых говнарей и не менее тупых реперов, сегодня в ролике, здрасте, вы на канале Сейна. Мы не страшны, с этими возгласами по улицам города прошел отряд металлистов. Таким необычным способом поклонники тяжелой музыки решили доказать жителям краевого центра, что бояться людей в гриме и кожаных куртках не стоит. Наша задача показать жителям города, что мы такие же люди, как и они, что мы тоже любим отдыхать, отрываться. Мы хотим показать, что нас не нужно бояться, что не нужно привести нас к креститься и звать нас в милицию, мы не ждем церкви. Во-первых, признаем очевидное, жанр себя исчерпал. Но хули в этом плохого? Это, мне кажется, опять же, разве что удел, вот благо, давно умерших пабликов ВКонтакте в духе рок навсегда, писать посты в духе «жми лайк, если хочешь, чтобы Ози жил вечно» и всякая вот такая история. Как люди умирают, так и жанры. Но только, опять же, нету смерти жанра, в смысле в нем перестают экспериментировать, в нем просто становится гораздо меньше людей. Легче всего, мне кажется, сравнить жанры с, допустим, вот нарождающимися социальными сетями. Вот был, например, Клабхаус, который, когда появился, его все восприняли как новый инструмент общения, какую-то возможность его как-то заюзать. Всех привлек сам по себе новый инструмент, в общем смысле этого слова. Все начали им пользоваться. И когда испробовали весь его функционал, то есть попробовали делать в нем все, все и всеми возможными способами, собственно, он прекратил свое существование. Ровно так же происходит с жанрами музыки. Вы можете посмотреть, в принципе, на любой из известных вам жанров. Вы заметите, что есть какие-то пионеры, которые вот впервые начали там как-то по-своему настраивать инструменты, как-то по-своему издавать звуки, как-то по-своему делать оформление. После этого это кому-то понравилось. Другие музыканты начали в этом видеть возможность как-то поиграться, что-то с этим сделать. Ну, потому что, представьте, вы гитарист. Когда вы гитарист, вы можете много разных хуйней играть. Когда вы вокалист, вы можете много разных хуйней петь. И, собственно, вы можете пойти в какой-нибудь жанр, в котором уже, условно, вся конкуренция, возможно, занята, да, и стать 150-десятым в каком-то вот списке исполнителей этого жанра, а можете попробовать сказать новое слово. А всем нормальным творческим людям хочется сказать новое слово. Вы можете с металлом проследить и эволюцию звука, и эволюцию конкретно стилистики, эволюцию тематики, то есть сначала пытались добиться более быстрой игры, потом в какой-то момент пытались добиться большей грувовости, потом пытались добиться наибольшей агрессивности и эмоциональности. И большинство флагманов металла, они известны, по сути, за какое-то уникальное концептуальное решение. И иногда даже вот такое, как спортивная а-ля самая быстрая игра, все равно это часть стилистики. И вот представьте, ну, по сути, конкретно с металлом экспериментировали лет 30 вот всей планетой коллективно. И, собственно, неудивительно, что все эксперименты уже сделаны. По сути, то, что жанр перестал быть флагманским, да, его эра прошла, для слушателя это не значит вообще ничего. Потому что если вот сейчас эра какого-то жанра, это значит просто, что он самый популярный. Но это к вам лично в плеер вообще никак не лезет. С нами сегодня Виктор с канала Немой Бэнд. По внешнему виду человека можно понять, насколько он имеет отношение к металлу. И он будет непосредственно на реальных примерах развеивать стереотип о мертвости жанра. Ну, так что, Витя, некрофилия сегодня у нас? Ой, блядь, пойдем, я думаю, в очень тяжелые круги. То есть твой зритель сегодня, я думаю, может быть сильно неподготовлен к тому, куда мы можем забрести. Но вообще, вот самое главное про немертвость жанра, что бы я хотел сделать сегодня, это как раз-таки показать приятную музыку, несмотря на то, что она такая тяжелая. И вот я бы выделил очень охеренный коллектив современной прогрессивной тяжелой музыки, это Норд Лейн. Они, причем вот по меркам жанра, они действительно хайпуют. И не зря песни, которые они пишут, они очень хорошие именно песни. Они не используют тяжеляк, то есть вот эти средства выразительности, типа лютонистскую гитару, очень жесткий экстрим, они не используют это только ради эмоций и разъеба. Они всегда пишут композицию, историю, которая может по-другому быть. Вот вообще, в целом, в жанре всегда можешь найти отличия, когда ты в него погрузишься. Со стороны, конечно же, ну, зависит от того, насколько далеко обыватель, он может подумать, что это оры, тяжеляк, и все, как бы, обувь, я пугаюсь этого. Вот такие группы, как Норд Лейн, реально могут показать, зачем вообще использовать такие вот средства выразительности, как крики и низкие гитары, что это может просто расширить диапазон красок. Слушатель не хочет разбираться в искусстве, и поэтому он берет фастфуд. Вот реально, что можно очень быстро понять. Почему-то, я не понимаю, почему, в России это легонький панк-рок. Чем он примитивнее? Легонький не в плане, что у них гитара не низко настроена, а в том, что для восприятия легонький текст, не глубинный, а он тебе в ебасос. И, типа, я, допустим, вообще не люблю тексты слушать, мне это не интересует, я всегда за форму, за композицию, за развитие. Но слушателей этих можно понять. Типа, вот есть формы искусства, которыми я так не болен. Например, музыкой, музыкой-то я охуенно болен, а вот, допустим, с играми теми же самыми. Я люблю, вот чтобы для меня, все, вот устроили мне аттракцион максимально простой. Чтобы мне дали игру, и я сразу в нее сел играть, и я не запаривался. То есть, не хочу я, говорят, в инвентаре скрафтить что-то, я хочу просто ехать по сюжетке и кайфовать. Оно в этом тоже может быть гениально. Мы вот это скажем чисто ради приличия, что писать просто тоже можно прямо с талантом. Но при этом, типа, мир вот этого металла, это такой же мир, как мир джаза, или там андеграунд и хип-хоп и так далее. Там, чтобы понять того же дядю Женю, да, там, супер андеграундная история легендарная для всех там и батл-рэперов, и просто для погруженных в рэп-культуру, тоже нужно перед этим заслушать дохуя рэпа, чтобы понять, почему это вообще кому-то надо и кому-то интересно слушать. Так что там мы не очень компактно, но в целом-то сказали простую мысль, что порог вхождения в прогрессивную музыку выше. Вот. И, опять же, а то, что в популярную музыку порог вхождения ниже, короче, это не делает хуже ни одно, ни другое. Как в любом виде искусства, что это для ценителей, для тех вот самых цепных псов, которые... Дайте мне что-нибудь красивое, блядь, интересное, и ты сидишь так... Опа, дай. Спасибо, 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 ебать. И если смотреть вот эти вот ветхие развития металла к разным под-под-под-под-под жанрам, то все их кончики будут неслушабельные, ну, по крайней мере, для меня. То есть как раз-таки вот та самая-самая ужасная стереотипная метал-музыка, в которой вокалист орёт настолько, что стирается абсолютно грани человеческого голоса, гитара разъёбывается так, что тоже уже нихуя не слышно, непонятно, и по-хорошему-то для того, чтобы это выслушивать, нужно нормальное оборудование, а об этом чуть позже в ролике будет, вот. Но, короче, на большинстве устройств, на которые слушают сейчас музыку, это чисто шум, просто совершенно неслушабельная херь. И ведь исполнители знают, что они это пишут, да, вот именно такой музон. Более того, есть даже те, кто с этого фанатеют, но, так или иначе, это очень небольшая публика, и, собственно, это и есть лучший индикатор мёртвости жанра, что экспериментаторы пришли вот в такие тупики. И как раз-таки, когда в жанре уже нельзя с такой лёгкостью экспериментировать и находить всякий новый звук, просто чуть-чуть поигравшись, покрутившись, потому что, ну, в случае с металлом, мне кажется, как гитару не настроен, на кого-то будешь похож, то есть нужно прям обладать конкретным таким уровнем прошаренности, чтобы действительно выдать какой-то новый интересный звук. В принципе, такие группы сейчас и остались. То есть те, кто прямо сейчас пишет металл, это те, кому есть прям что сказать, и у них, знаете, такой чёткий перечень того, что они ещё могут предложить, потому что не так просто теперь предлагать. Но и к тому же, то, что жанр как бы умер, это не значит, что он ушёл в небытие. Мы ведь всё записали, у нас есть диски, и, собственно, это значит, во-первых, для нас, как для слушателей, вещь, о которой я, в принципе, вам советую задуматься, что у многих ведь есть любимое десятилетие музыки, да, то есть у меня много там друзей, которые любят 60-е, есть те, кто любят 70-е. Мне вот, например, именно такой самый приятный звук, который я вот могу включить и надолго залипнуть, это разный металл 90-х. То есть есть как всякие трэш-команды, так и, допустим, тот же Стоунер, он во многом более ранний, также есть и современный, но, понимаете, стилизация саунда, там, условно, альбом Питара, который вот раньше в пассише был сейчас, свой выпустил, это олдскульный хип-хоп. Да, он написан сейчас, но стилистический звук тот, потому что он остался, как вот вид саунда. И, собственно, вы можете сейчас, условно, себе на свадьбу заказать бенд, который будет играть как в 60-х, потому что это тип саунда. И эта фишка с десятилетиями работает именно из-за этого творческого поиска, из-за того, что в какой-то момент кто-то находит, вот что-то нащупывает в жанре, и после этого это рождает волну экспериментов, но так как все экспериментируют более-менее с одними ингредиентами, получается схожий саунд, просто по-разному развивающийся. Вот так и выходят эти самые музыки десятилетий. И отсюда же следует еще одна приятная новость, что если вам, как и мне, например, не нравится вся вот эта вот автотюновая херня, которая уже довольно долго продолжается, то она однажды кончится, да? Выпал нам вот такой вот черный век, когда это основной саунд. Я в какой-то момент думал, может, ну вот как раз в порыве этих экспериментов, может, в какой-то момент кто-то дойдет до того, что вот мне понравится, что-то до сих пор не дошел, но опять же, рано или поздно это кончится. Но в истории наверняка останется вот эта вот наша десятилетка как автотюновая десятилетка. Вот, блядь, здесь вы живете, поздравляю. Есть группа Rage Against the Machine, которую, если вы не знаете, очень зря. Это совершенно легендарные для своего времени чуваки, которые взяли прям алдушный хип-хоп, напихали его, напичкали просто панковскими мыслями про слом системы, и ты не остановишь нашу ярость и молодость. И там был безумно талантливый гитарист, безумно изобретательный, который вот из разряда просто и гениально. И он вот делал как раз вот суперлегендарные рифаки. Если у вас есть хотя бы один друг-гитарист, он, скорее всего, какой-то из них дрочит обязательно. Вот, и это дало ядерную смесь. У них есть штук 10 супер-хитов, и стоит просто ознакомиться для понимания звучания. И сейчас есть уже эволюция этого звука с более современной что читкой, что гитарным звуком. Например, группа Fever333, вот теперь вещей. Ох! По поводу Rage Against the Machine не перечислил. Очень важно фанк. Там очень много было грува такого. От фанка Том Морелла, поэтому такой крутой мужичок. Он как бы а-ля Red Hot Chili Peppers. Вот по груву... Вот это все... То есть он очень шарит за грув. Выходцы такие фанка, особенно, ну, типа Red Hot Chili Peppers, если человек умеет сочинять такие же грувы, то... Это все. Потом он залезет в любой жанр, и с таким мышлением, с таким вкусом к ритму он будет делать вот такие классные рифы, в которых не превалирует мелодия, а превалирует грув. Вот, условно, было The Operator Rage Against the Machine. Бэрум, бэм, бэрум, бэм, бэрум. Ты до сих пор сегодня можешь подобного рода рифы тоже встретить. Значит, Fever 3-3-3. Вокалист это Джейсон Баттер. Он до этого был в коллективе Let Live. И это очень порой странная, сложная музыка. Там по структуре все ломалось. То есть она реально очень прогрессивная была, при этом мало нот, но прогрессия заключалась в том, что все поломался, новый пошел ритм, или вообще структура тебя не туда привела, куда должна была быть. Вот. В общем, Fever 3-3-3-3 это там выходец из очень прогрессивного коллектива. А в этом Fever 3-3-3-3 они что сделали? В результате. Взяли только лучшее от Let Live. То, что человек скушает. Яркий вот этот вокал очень высокий. Экстрим. От Rage Against the Machine взяли груз и манеру читки. В куплетах часто ты слышишь вот такие биты прям очень фанковые. Они очень клёво не прямо идут, как у какого-нибудь Дрейков. А там оно всегда свингово. Вот такого рода вещи. И под такое сразу же и читка получается, как у Rage Against the Machine. Короче, все взаимосвязано. Что если он рос на Rage Against the Machine, у него вкус к этому есть. И, видимо, он нашел таких же единомышленников, которые это все реализовали. И они решили, как мы продадим сегодня вот такую музыку. И, типа, в абсолютно олдовом варианте это выглядит не актуально. Они взяли и все эти партии Rage Against the Machine скрасили синтами. Мягким современным тоном гитары, аккуратненьким таким, не грязным, как тогда это было. И сэмплами битов вообще. То есть не акустическая драмка всегда, а часто возьмет и на какое-то протяжение песни возникнет какой-нибудь хэт синтезированный там или клэпы. Вот. И еще они сделали проще. По-моему, Rage Against the Machine более-менее структура еще что-то интересное выдавала. То у FIVA чаще всего это прям линейная песня. Но, опять же, они даже вот в этом простом потом умудряются такие... Нет, я не могу так просто. Хуяк начинается. Другая песня абсолютно. Вообще с середины. Вот по приколу. То есть болезнь прогрессива, она не уходит из людей. Вот из-за того, что он в Let Live был, я думаю, это была по-любому его идея взять и где-то на третьей песне начать абсолютно другую. До сих пор мечтаю попасть на FIVA, потому что это нереально просто, что он делает человек. Кстати, когда он был в Let Live, у него были большие проблемы с кокаином. Я так подозреваю. На самом... Вот я думаю, лучше сейчас сюда вставить вставку, где он в мусорном ведре по толпе едет. Или с полного разбега он в дерево самоуничтожается. Рядом со сцены. Просто ушел со сцены, пошел в дерево, уничтожился. Вот есть у меня, короче, подозр... Да, есть у меня подозрение, что как бы с Коксом проблема не решена. Еще... Вопрос... Вопрос еще открыт. Вот. По-любому. Потому что был какой-то тоже фестиваль. Не Rock'em Link, но что-то серьезное. Может быть, даунлоуд. Короче, он там залез на самую верхнюю точку этой сцены. Там, я не знаю, может быть, 9 этажей. И орет оттуда. Классно исполняет музыканты. Там на сцене продолжают играть. А он там... Слез. Сальто в толпу. Упал что-то себе там. Перебил, перебил. Побежал дальше. На сцену выпал. А пол разбился. Уточку надувную. Зарядил, поплыл по народу. Орать. Просто жесть. И у него очень клевые фишки еще есть. Я не знаю, как... Вот, если вопрос с коксом не решен. Как он это делает? Он бывает... У него проводной провод... Да, проводной микрофон. Значит, его закручивает. Шух. На огромную высоту просто. И возвращается микро. Ритмически. Прямо в первую долю куплета. Хоба. И он начинает исполнять. И что не менее интересно, что помимо того, что это осталось в наших плеерах, это осталось в инструментарии музыкантов. Потому что все эпохи музыки, что были, они есть в инструментарии каждого музыканта. Как бы другое дело, пользуется он им или нет. Но вы в песнях разных исполнителей можете встречать элементы джаза, элементы блюза, элементы айренби, хип-хопа. Самых разных жанров, самых разных эпох. И все эпохи металла, все вот эти вот саунды и подсаунды, они остались как то, чем будут пользоваться. И уже активно пользуются. И самый простой яркий пример использования это метал аккомпанемент живой у огромного количества современных рэперов. Просто потому, что это пизжа звучит на концерте. Просто потому, что эпичнее и круче, когда вокруг тебя ебашутся парни с гитарами, тем один чувак за пультом. Можно и за пультом красиво сделать, но повальное использование в какой-то момент вообще прям поголовное просто живого аккомпанемента, оно как раз отсюда и взялось, что вот эту вот метал-штуку использовали как инструмент. Конкретно метал-лайвы взяли. То же самое, там бесконечные эксперименты Локи Мина с метал-саундом. И самые разные встраивания, что техник, что конкретных звуков, что каких-то принципов. И в истории металла, например, есть интересный момент, что на волне популярности групп с жестким экстрим-вокалом, когда чувак постоянно прям жестко орет, много наплодилось таких вокалистов. И в какой-то момент, когда они уже долго турили, выступали, у всех начали разъебываться голоса из-за того, что кричали люди как могли. И в какой-то момент появились люди, я, к сожалению, не помню, как зовут ту самую знаменитую преподавательницу, которая была флагманом этого. Ну, в общем, те, кто начали ставить им технику. Учить их так, чтобы они орали и не травмировались. И, я думаю, это вполне может повториться со многими современными рэперами, которые также все больше перегружают голос на своих песнях. То есть у них появится ровно та же проблема, что и у металлистов в какой-то момент, и они будут ее тоже так же решать. Потому что, опять же, это просто инструменты. Надеюсь, вы не сторонник вот этого разделения на лагеря рэперы, рокеры, хуйокеры и так далее. Тиктокеры. Ну и так, вдогонку к копилку еще таких групп Джинджер. Это украинская группа. Слава богу, наконец дошли. Земляки! Болеем за СНГшных пацанов. Вот. Я вижу, что проблему у Джинджер только одну. Очень великолепный там вокал, все там очень круто, но инструментал, вот эта болезнь прогрессивом, доводит песни до неслушабельности. Это слишком сложно. Даже я, как задрот-музыкант, я не вывожу. Хотя такие это супер талантливые, супер мощные люди, вкачанные во всех смыслах. Они столько знают, столько умеют, но делают слишком сложно. Прям я не знаю людей, которые это выкупают. Мое все окружение тоже не вывозят. Но при этом у них охуевшие залы. Да! Потому что люди идут на перформанс. На Танечку, которая... Нихера не Танечка, там Танос, вот реально. Она... Если ты с ней свяжешься, вообще не переходи ей дорогу. Она умудряется сочетать в себе секс и агрессию, именно грубейшую ненависть. Столько сил и парни не могут мне с ней конкурировать. Я никогда не представлю, что я буду так же силен, как она. Это жесть просто. Сколько может быть энергии. Например, Life есть популярная, она там в золотом комбезе. По-моему, Perennial песня называется. Играется интро. Выходит Татьяна, там Hello, какой-то огромный европейский фестиваль. Та-дам! С ноги выносит именно в первую долю брикдауна. И начинает в этот момент, когда она ногу закинула выше головы, орать. Вот. Никогда ты так не сможешь, короче. Даже не пытайся, вообще. Это божественный талант просто. Поэтому люди и идут сейчас посмотреть, как Танос даст им просто дистанционно, бесконтактных пиздюлей. Вот как-то так. За счет того, что есть теперь вот такой тулпэк, из которого музыканты могут брать то, что им нужно, метал останется навсегда не только потому, что это вот самый классный жанр, а потому что это сублимированная агрессия. Как раз-таки результатами этих поисков, ну, по сути, изначальной мотивацией, но и итогом тоже было как раз-таки перенос агрессии в музыку. Злобности, зловещести, всех оттенков. Как раз-таки вот этот вот перегруженный звук гитары, всем сразу стало понятно, с чем он ассоциируется. Поэтому Black Sabbath так угорели по сатане, потому что, ну, сочетается это со звуком, ну, класс. И опять же, в силу того, что это музыканты, им интересно в первую очередь экспериментировать, а не сатана. Они будут подстраивать то, что под это больше подходит. И сейчас сложно представить, какой звук вообще может лучше отражать ярость, чем вот какая-нибудь быстрая или, наоборот, грувовая, злющая гитарная партия. И с этим уже ничего не поделаешь, уже ничего не попишешь. Собственно, популярность металла это определила в свое время. И как бы аудитория молодежи, в принципе, молодежь, да, более восприимчива к музыке. Но еще молодежь охуенно озлоблена. Потому что ты вот в этот мир попал, да, у тебя все больше просыпается сознание, ты все больше осознаешь вещей. И именно вот в этот вот самый пубертатный момент ты осознаешь, в каком говне ты оказался. Какой пиздец, несправедливость и ужас тебя окружает. И я, например, в своем пубертате был злой 90% времени. И, собственно, поэтому 90% этого времени слушал различный металл, потому что это очень соотносилось с моим настроением. Я именно отпускал душу и вот свой гнев выплескивал в музон. И пока мы не дойдем до какого-то идеального мира, там, матрицы, коммунистического рая или что-нибудь еще такого, как такая потребность останется у подрастающего поколения. И, в принципе, тех, кто как-то жизнью недовольны, хочет весь мир нахер слать. А также останется потребность у творческих людей, вот музыкантов в частности, передавать ярость, агрессию, злость и все остальное. И так или иначе, в этом точно будут использоваться метал-наработки и метал-фишки, потому что это вот, ну, база знаний, от которой уже только дальше отталкиваться. Вот это такая прямая тяжеляка, условно там. Может быть, ты пойдешь в старый метал или в новый слушать, но все равно она как бы одна прямая так развивалась. Вот если эти стены убрать и позволить себе гулять во все другие жанры, расслабился там на каком-нибудь лоу-фай хип-хопе посидел и так далее, я сюда сгулял какую-то простенькую с женским голосом балладу, там Билли Алиш послушал. И вообще себе не закрывать горизонты, что популярная музыка, она тоже сочиняется часто очень прогрессивными и крутыми ребятами. Они умудряются даже в популярной музыке какую-то херню тебе такую вбросить, которой не было в поп-музыке до этого вообще. Они просто такие, типа, дружище. Ты ценишь музыку, ты знаешь, что вот так не сделали бы в попсе. Я композитор здесь, я это делаю круто. Послушай меня, пожалуйста. Вот как-то такое. То есть я вижу прям обращение ко мне от композитора, когда в какой-то части он сотворил такую херню для ценителя, и ценитель уже с ним. Он такой, браток, я на связи. Вот как-то так. Это реально очень интересный коннект, что ты начинаешь музыку уже не просто как тус-туду рассматривать, а как реально кино. Ты видишь кадр в кино, ты хочешь, ох, какая, как красиво там сияет что-то. Какой актер охеренный, какой блюрик. И, типа, вот так же надо расщеплять музыку тогда. Это становится новой формой искусства. Еще одна вещица — это органичность тематики. Вполне возможно, никому больше и никогда не будет так удобно, классно и органично читать про телок, бабки, тачки и все такое, как современным рэперам. Сейчас это вот именно в современном жанре, это абсолютно вещь в себе. И, условно, каждый может вот под эти биты начать что-то подобное фристайлить, и оно получится клевое. И, ну, поэтому, собственно, многие разные чуваки, которые делают одно и то же, умудряются классно звучать и собирать там залы все вот какого-то нормального размера, потому что органично круто. И так же для металла были органичные и крутые определенные темы, что породило вот такие алмазы неповторимые, как, например, Король и Шут. То есть, мне кажется, что сейчас, ведь просто в ТикТоке кукла-колдуна бьют какие-то невозможные рекорды, потому что ТикТокеры — народ, да, откровенный довольно-таки в своих интересах. И им там вообще насрать, как бы, насколько это трушно, как бы, к какому лагерю это причастно. Это звучит прикольно. И как раз-таки, мне кажется, и был схвачен вот этот вот дух Киша, неповторимый людьми, которые, возможно, совершенно не знакомы с тем, что это вообще такое было. Но именно вот эта целостность, насколько оно вот все само в себе аутентично, этого невозможно не заметить. И, условно, никто больше никогда не напишет такой же проклятый старый дом. Я недавно, меня что-то дернуло, я взял, переслушал Арии. Довольно много. И вот, как это называется эта песня, господи? Ночь, короче, дня. Ночь, короче, дня называется песня. Можете послушать, никогда и нигде больше вы такого не услышите. То есть там, что песня от лица чувака, которого завтра ждет казнь, и это, опять же, не пытаются это как-то обставить органично и классно. Нет, это святой отец принес во тьму слово божье, не вечной жизни мне сулит чудеса. Вот, и дальше, кстати, лирический герой заявляет, что священник ему врет, и нет никакого там загробного мира, и не будет он исповедоваться. Представьте, сейчас бы такую песню написали, а, какой скандал бы был вообще. А, вот тогда наипопулярнейшая группа в стране такой выпускала, все нормально было. Опять же, из-за органичности. Это сказочный сюжет. То же самое относится к Слееру, который, вот, кстати, интересный пример, они завершили свое существование, при том, что все члены группы живы, дееспособны. Они наверняка там будут еще прощальный тур катать 10 лет, как это обычно бывает. Но сам факт завершения, они это отчасти обосновали тем, что, ну, во-первых, уже хватит, вот, а во-вторых, чтобы дать дорогу другим командам. И это, по-моему, в принципе, такое вот тему нашего разговора. Именно соображение, что все уже харе. Потому что Слеер в тех же экспериментах был вот абсолютно гениален. И я только недавно открыл для себя именно в полной мере этот музон. И вот какие-нибудь Dead Skin Mask и прочие песни, в которых, казалось бы, не какой-то особенный припев, там, одна и та же строчка пропевается несколько раз, не более того, даже без какого-то напора. То же самое, не какая-то особая соляга. Вроде по отдельности ничего особенного, но сочетание факторов невозможно. Так что, давай попробуем выделить действительно сейчас советы. По-любому, вот прям обязательно к прослушиванию, я бы первый трек посоветовал. North Lane Clockwork называется. Он недавно вышел, саундтрек там, по-моему, Rainbow Six. Песня на одном мотиве идет. Один мотив сквозным образом проникает в каждую часть. Вообще он не затекает почти нигде. И ты все равно один мотив слушаешь, потому что вокруг него он как бы такой трос. И к нему прикрепляют, докидывают. Опа, пошел, типа, Мик Гордон, такой восьмиструнный джентяра. Опа, он тут орет. Опа, вот тут он аккуратненько чистым поет, и тут синты громче. И вот так, поверх одной синтовой партии, докидывают еще, 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 и ты слушаешь одну песню, и выходишь в нее с этим мотивчиком. Тун-дун-та-га-дага, тун-дун-та-га-дага, тун-дун-дун-дун-та-ра-да-дан. И все, ты не можешь этот мотив забить, тебе как бы дали прогрессивно простую песню. Вот что там дело, ты можешь послушать очень тяжелый трек. Короче, Northlane Clockwork охеренно. От этой же группы, если вы Clockwork раскушаете, по-любому надо Northlane Alien. Они там, и по всяким версиям изданий, там, альбом года. То есть реально новое дыхание, новый взгляд на тяжелую музыку. Далее, Ghost Kid. Просто можете написать Ghost Kid, и вы уже найдете. Я не помню, как релиз называется. Вот там, например, трек Supernova. Отлично. Вообще, очень мясно, но со вкусом именно много грува. Так, назвал Northlane Ghost Kid. Кого еще посоветовать? По-любому, конечно, Архитект. Это без вариантов. Вот там еще более сужены все прогрессивные вещи до максимально простой песни, что ты можешь прям вот убери оттуда тяжеленную гитару, и получится хорошая такая балладная композиция гнетущая. Вот. Подсыпал ее, стала погрувовей, но никуда не ушла простая приятная песня, которую ты будешь тоже напевать. Так что да, Northlane, Ghost Kid, Архитект, по-любому. А если это раскушаете, вам Spotify еще предложит там тонну, гору вообще, исполнителей, которых вы прокайфуете. Ну и, конечно же, в тему стилизации нельзя не вспомнить группу Ghost, которая и сама по себе вообще всю историю своего существования была удивительным смешением жанров, и по сути использовала такие тропы, устоявшиеся шаблоны металла, их брала, каким-то образом переворачивала, не ты заранее как бы слушаешь стилизованную музыку, но у них вышла эпишка, вроде называется Seven Inches of Satanic Panic, если ничего не путаю, она вся стилизована под рок вот эпохи хипарей, самый такой вот, ну вот даже на обложку посмотрите, да, вот собственно, так же как стилизована сама облога, так же стилизованный музон звучит шикарно, то есть чувак натурально взял конкретную вот эпоху музона, запрыгнул в нее, поигрался в ней, и пишка вот получилась, все, вышел, следующая будет какая-то другая. Класс! И вот тема, которая не относится напрямую к обсуждению, но ее хочется упомянуть, что, знаете, музыку по ее направленности на слушателя можно как бы разделить, то есть исполнитель, он заранее представляет, как эту музыку будет слушать, и есть та, что должна лечь на фон, как бы встроиться в твое существование, и ты должен дальше пуститься в какие-то свои размышления, там может делать какие-то свои дела, может просто продолжать какую-то жизнедеятельность, полет мысли, а музыка должна просто встроиться, и она сделана так, чтобы не особо, как бы, тормошить твое сознание, да, а есть другая музыка, которая сделана наоборот, для того, чтобы ты был на ней сконцентрирован, как бы такие песни-спектакли, песни-фильмы, экшн-песни, там, условно, в поп-музыке, мне кажется, большинство таких, то есть не пишется на поп-сцене песни, под которые, условно, можно как-то отчилить, вот, отвлечься от самой песни, и вот о чем-то пораздумать, в металле тоже большая часть песен, она все-таки, вот, бэнгеры выражаются современным языком, то есть она вот ебашит, и условно, там, какие-нибудь песни Рамштайн ты слушаешь на одном дыхании, ты просто и в конце песни выдыхаешь, и вот следующее начинается, но также, и, собственно, потому что метал-саунд это подразумевает, потому что он такой яркий, кричащий и так далее, но смотреть на эксперименты с тем, как музыка с тем же саундом имеет другую направленность, это очень интересно, я так подсел на Стоунер, Стоунер Метал, Стоунер Рок, совершенно охуительная штука, пустынный металл, то есть его выдумали укурки-металисты, которые, в отличие от всех, кто нюхал и ускорялся, они замедлялись, это реально исторический факт, так и вышло, ну вот, и мне очень зашел, собственно, сам жанр, потому что как раз-таки вот там отношение к металлу, оно было кардинально противоположное, это вот просто мыслишка в копилку того, над чем можно задуматься. И то, что я просто не мог не озвучить в тему мертвости металла, это очевидная мысль, те, кто сами по себе, как творческие личности, живы, до сих пор выпускают классную живую метал-музыку, последний альбом Рамштайн просто охуительный, последний альбом Слепнот просто охуительный, последний альбом Лэмбов Гад мне не очень понравился, но их аудитории зашел, там что-то разошелся, какие-то премии тоже взял, и то есть не считается, что он хуже предыдущих, то же самое относится к группе Годжера, вот они моложе еще перечисленных, офигенные разные релизы продолжают выходить у тех, кто сам по себе живой, вот кто-то понял, что он свое отыграл как Слэйр, все отошел на покой, кто-то понимает, что ему просто есть еще что сказать, притом иногда это безусловно графомания и как бы досасывание собственной старой популярности, но иногда это просто живая группа, как там те же Рамштайн, тот же Слепнот, поэтому все эти истории про похороны жанров, там закат музыки, обесценивание всего и прочие вот эти вот апокалиптичные истории, там и про раньше было лучше, и завтра будет хуже, все вот это вот можно, блядь, выбрасывать нахуй в помойку и обсуждать музыку, которая есть, которая жива. Чем мы, собственно, и занимаемся на этом канале? Мои уникальные рекомендации музыки и также рекомендации, ведь она можно будет найти в закрытом паблике, инструкция по входу в него в ссылках в описании, существую, и я как раз и выпускаю все вот эти вот видосы, блядь, с размышлениями на разные музыкальные темы, исключительно благодаря замечательным чувакам с Патреона, которые мне денежку донатят на то, чтобы я вот себя содержал. Спасибо вам, приогроменнейшее. А раз вы вот аж до этого момента досмотрели, вы, наверное, крик ждете, ну я сейчас вам еще, блядь, потяну, на Инстаграм подпишитесь, что, да, крутой Инстаграм у меня, еще Телеграм, на Телеграм подпишитесь, там у меня тоже все круто. Группа ВКонтакте у меня, классная, на группу ВКонтакте подпишитесь. Что еще? Блядь, мерч скоро выпущу, уже от них уделать, рассуждаю дальше. А что еще? Еще, наверное, А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А! Медал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok